Оставив надежду, закон, поделивший украинцев на тех, кто право имеет и тех, кто должен дрожать, принят в Раде. Киев официально заявил, что отступает от обязательств, прописанных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. То есть Украина не собирается выполнить свои обязательства по обеспечению политических и гражданских прав тех, кто живет в Донбассе, о чем явочным порядком информирует ООН и Совет Европы. И применение физической силы против гражданского населения, использование огнестрельного оружия без предупреждения, пытки, все это теперь на законном основании. Если еще недавно возмущение вызывало то, что жителям Донбасса Киев отказался платить пособие и пенсии, и это называлось экономическим геноцидом и отказом в праве на достойную жизнь, то теперь им отказаны во всех остальных правах. И это результат года президента Порошенко, обещавшего мир Донбассу, и полугода депутатов Рады, называвших себя Еврорадой. Газета New York Times подводит свой результат деятельности Евромайдана, цитирую, Украина остается страной, погрязшей в политическом и экономическом хаосе, продолжающийся беспорядок становится источником трения между правительством Украины и ее европейскими союзниками, особенно Германией и Францией. ЕС говорит, где децентрализация, где выполнение обязательств, где реформы. Но, судя по всему, результатом пока стала лишь реформа сознания. И в новую концепцию логично вписался отказ Киева на неделе платить по долгам, как очередное нарушение правил поведения, принятых на мировой арене. Мой коллега Антон Верницкий тоже подводил итоги одного года на Украине, чтобы понять, есть ли конец этому движению разрушения. Чтобы не пугать население очередным ростом цен и перспективой дальнейшего обнищания, украинские власти всю минувшую неделю старательно избегали слова «дефолт», заменяя его более мягким мораторией на выплаты внешних долговых обязательств. Именно так витиевата Арсений Яценюк начал свое обращение к Верховной Раде. «Правительство просит вас дать право Кабинету министров, подчеркиваю, право, а мы примем решение или воспользоваться этим правом, или не воспользоваться этим правом. Право на введение моратория на внешние выплаты Украины по долговым обязательствам». За этой фразой кроется одно – в любой момент Украина может прекратить отдавать долги всем своим кредиторам. А набралось за последнее время немало десятки миллиардов долларов. Золотовалютные резервы Украина исчерпала к осени прошлого года, их уже тоже нет. И кредиты Украине тоже не дают. В этом смысле дефолт уже состоялся, но технически, то есть юридически, он не объявлен. Но дело в том, что если вы ходите по улице без штанов, то неважно, вы об этом объявляете или не объявляете, это все и так видят. Обмануть Арсений Яценюк пытается не только свой народ, но и миссию Международного валютного фонда, которая должна приехать в Киев 29 мая для переговоров о пересмотре программы помощи Украине. Ранее фонд пообещал выделить 5 миллиардов долларов. Понятно, что стране, объявившей дефолт, то есть стране-банкроту, никто ничего в долг больше давать не будет. Когда МВФ выдавал кредит, было запланировано, что Украине удастся до 1 июля провести реструктуризацию внешних долгов. Уже май, скорее всего, реструктуризация полностью провалена. По этой причине правительство Яценюка придумало такой вариант. Это вроде бы не дефолт, это мораторий, и можно в международных судах что-то выиграть. Но суть от этой компании не меняется. Но хотят обмануть. А вот получится. Примечательно, что меньше года назад Арсений Яценюк утверждал, что на Украине все хорошо и дефолта не будет никогда. Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая – это то, что Аргентина объявила дефолт. А вторая – что Украина не объявила дефолт и никогда его не объявила. За прошедшее время профессионально уверенный тон Яценюка не изменился. Изменился посыл. Помогите не словом, а поможите долларом. Помогите не словом, помогите долларом, а точнее миллиардами долларов. Объявившая дефолт в 2014-м Аргентина, с которой Яценюк сравнивал свою страну, до боли напоминает Украину нынешнюю. Слишком уж похожи их экономические истории. Общее с Аргентиной как минимум то, что Аргентина оказалась на краю финансовой пропасти в результате мудрых, в кавычках, советов Международного валютного фонда. Те страны, которые полностью и беспрекословно выполняли программы реформ МВФ, почти всегда оказывались в крайне сложном положении и залезали в долги на десятки лет вперед. Кроме этого, общие у Аргентины и Украины кредиторы. Часть долгов и в той, и в другой стране принадлежит американскому фонду Франклин-Темплитон, специализирующемуся на скупке государственных облигаций стран, попавших в тяжелое экономическое положение. Тогда Франклин-Темплитон на уступки Аргентине не пошел и реструктуризировать, то есть списывать долги, категорически отказался. Последовал иск в Нью-Йоркский суд. Тот обязал деньги выплатить. В Аргентине случился дефолт. Что будет с долгами украинскими, пока неизвестно. В августе 2013 года этот американский фонд приобрел на мировом финансовом рынке государственные долговые бумаги Украины на сумму в 5 миллиардов долларов. И справедливо будет требовать деньги вернуть, чего и Ценюк, его правительство, сделать не в состоянии. Они предлагают инвесторам, предлагают заемщикам просто забыть о тех деньгах, которые были вложены в Украину. И таким образом просто отдать их, что называется, в чистые руки этого правительства и этих депутатов. Должна Украина, в том числе и России, более 12,5 миллиардов долларов. Причем заявление Ценюка о возможном прекращении выплат прозвучало всего за несколько дней до очередного платежа, который должен пройти в начале июня. Странное какое-то заявление, потому что еще середины года нет. Объявлять фактически о предстоящем дефолте – это уровень ответственности, профессионализма, конечно, судя по всему, невысокий, несмотря на то, что страну поставили под внешнее управление. Мы имеем право уже давно предъявить эти средства к досрочному погашению, имея в виду, что по условиям нашего соглашения, а оно было сделано по европейскому праву, в случае, если общий объем государственной задолженности Украины превышает 60%, у нас такое право возникает – досрочного погашения. Вместе с тем, по просьбе наших украинских партнеров, по просьбе МВФ, мы не пользуемся этим правом, не желая усугублять и без того сложную экономическую ситуацию у наших партнеров и соседей. Сейчас госдолг Украины превышает 93% от ВВП страны. Путин попросил правительство контролировать ситуацию, ведь одалживало Украине не только государство, но и наши коммерческие банки. Дмитрий Туча попросил бы и вас тоже здесь под контроль ситуации, чтобы руководство правительства понимало, что там произошло. По сути, это объявление дефолта, одновременно с объявлением форс-мажора по соответствующим обязательствам. И в этой ситуации и российское государство, и российские коммерческие банки должны будут на все это адекватно отреагировать. Во всяком случае, по коммерческой задолженности, если такое решение будет принято у них, необходимо будет использовать все возможные средства защиты, включая судебные. Хорошо. Вероятность того, что Украина откажется в ближайшее время платить по счетам, большая. Это подтверждают и попавшие в интернет документы Министерства финансов Украины, которые удалось получить в группе хакеров, называющих себя Киберберг. Добытые нами материалы со всей очевидностью демонстрируют последнее значимое событие в экономической жизни нашей страны. Это украинский дефолт. Благодаря полученным нами документам каждый может увидеть, до какого состояния хунта довела страну. Сегодня банкротом стала государственная финансовая система. За ней обанкротятся коммерческие предприятия и рядовые граждане страны. Из документов, опубликованных хакерами, следует, что среди государств-кредиторов Украины Россия на первом месте. Причем наша страна одна одолжила Украине больше, чем Канада, Япония, США и Германия вместе взятые. При этом заявлением о моратории на выплату долгов украинское правительство на этой неделе не ограничилось. Прозвучало еще несколько не менее странных высказываний. Так Арсений Яценюк заявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. То, что это сотрудничество, по сути, уже давно свернуто украинской стороной, никто из нынешних властей Украины почему-то не вспомнил. Как и не вспомнил о том, что страдает от этого скорее Украина, потерявшая свой основной рынок, российский. Может быть мы в качестве компенсации получили заказ от Голландии на постройку военно-транспортных самолетов. Ничего подобного уже нет. То есть никакой компенсации не оговорено. Правительство, которое принимает соответствующее постановление, ничего не говорит о том, что вот мы получим, получили или получим, или договариваемся о получении каких-то других заказов. То есть опять же эти решения направлены для того, чтобы, ну как сейчас говорит молодежь, троллить Москву, грознить их. Более экстравагантно высказался глава Совета Украинской национальной безопасности Александр Турчинов. Он заявил о размещении на территории Украины систем противоракетной обороны США, якобы для защиты от ядерной угрозы со стороны России. Правда, его тут же одернули из Вашингтона. Нет предложения или плана, предусматривающего размещение систем противоракетной обороны НАТО на Украине. Я не вполне понимаю, о чем они говорят. Вообще, в свете последних действий и высказываний украинских властей, заметно, что кураторы Майдана на Западе уже не так однозначно поддерживают то, что делают их протежи в Киеве. И первыми это начали понимать те, кто уже однажды проходил путь от революции до политического забвения. Лидер Оранжевого Майдана 2004 года Виктор Ющенко. Украинский вопрос надоедает миру. Мы уже даже не вторые и не третьи в повестке дня. От Украины начинают отбиваться, как от назойливой мухи. И у мира, и у государств есть свои приоритеты и проблемы. Да, Петра Порошенко, как в свое время и Виктора Ющенко, по-прежнему приглашают на саммиты Восточного партнерства, подобное тому, что прошел на неделе в Риге. Но никакой конкретики, кроме обещаний светлого будущего Украины в составе Единой Европы, эти встречи не приносят. Это не встреча по членству в ЕС, это не будет обсуждаться. Однако мы должны обеспечить наличие европейской перспективы для всех и каждой из стран. Мы не готовы, они не готовы, и процесс идет. То есть Европа по-прежнему не считает нужным открывать свои границы для украинцев? Представление о том, что Украина вступит в Евросоюз, слишком наивно. Ее ожидает судьба Турции. 20 лет на парковке перед дверью умолять о каких-нибудь выгодах. Эти выгоды Украина не может получить, пока не будет способна выплачивать долги. А мы видим, что ситуация только ухудшается. Другими словами, это всего лишь тщетные мечты. Как и мечты о скором наступлении экономического рая в стране. Вместо этого Украина получила на этой неделе массовое бегство чиновников-иностранцев, чей приход в так называемое правительство реформаторов Яценюка очень широко рекламировался. За неделю сбежали. Приехавшие на Украину вместе с Саакашвили и ставшие здесь главой государственной регистрационной службы при Минюсте грузин Джамбул Ибанаидзе, советник министра экономического развития и торговли Айварса Абрамявичуса эстонка Яника Мирила и еще один советник-гражданин Германии Саша Боровик. Украинские власти старательно делают вид, что в этом исходе ничего страшного нет. Как и не обращают внимания на участившиеся демонстрации пенсионеров, горящие покрышки, которые к Верховной Раде приносят то недовольные пятикратным ростом тарифов на ЖКХ жителей Киева, то шахтеры, то люди, взявшие кредиты, но из-за экономической ситуации в стране не способны их возвращать. В то время как банки, оказавшиеся на грани разорения, из-за возможного вот-вот официального объявления дефолта все жестче требуют с должников деньги. При этом долг самого государства резко вырос за последний год. С учетом нынешнего курса гривны он превысил 67 миллиардов долларов. Уже сейчас понятно, что никакие доходы Украины не смогут перекрыть задолженности, пик выплат по которым приходится на ближайшие пять лет. Антон Верницкий, Ирина Близнюк, Александр Гусев, Первый канал.